Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашин. Здравствуйте. Жилые дома, дворы и соцобъекты затопило после сильного дождя в Мангастауской области. Больше всего пострадали от стихии жители Жанаузена. Там потопило порядка 90 строений, а также десятки придомовых территорий и улиц. 200 абонентов частного сектора остались без электричества. Резкое поднятие уровня воды из-за обильных осадков произошло еще в трех районах региона, а также в Актау. В областном центре потопленными оказались 11 улиц и 3 двора. К этому часу дождь прекратился. Сейчас спасатели занимаются устранением последствий непогоды. Создан оперативный штаб. Продолжительные дожди вызвали наводнения и в американском штате Западная Виргиния. Из-за высокого уровня воды люди оказались заблокированными в своих домах и автомобилях. Национальная метеослужба выпустила несколько предупреждений о возможной опасности для половины жителей штата. Из берегов вышла вода. Людей просят быть готовыми на случай эвакуации. Мощный взрыв прогремел в центре кубинской столицы Гавани. По меньшей мере 22 человека погибли, в том числе несовершеннолетние. Более 70 человек ранены. ЧП произошло в одном из местных отелей. Возможная причина пожара – утечка газа. Отмечается, что в здании находились только сотрудники. И гостиница готовилась к открытию после двухлетнего перерыва из-за пандемии. Кроме того, пострадала расположенная рядом школа. Сейчас территория оцеплена полицией. На месте работают пожарные и скорая помощь. В власти Шри-Ланки ввели режим ЧП, чтобы обеспечить общественный порядок. Местные профсоюзы объявили в стране общенациональную забастовку. Тысячи студентов заблокировали дороги к зданию парламента. Недовольные требуют отставки президента. Шри-Ланка, отмечу, переживает сейчас глубокий экономический кризис. Помимо роста инфляции, уровень которой в марте вырос на четверть, в стране наблюдается дефицит топлива и продуктов первой необходимости. Ранее власти были вынуждены объявить дефолт. Вернемся к событиям в нашей стране. Всего 65% выпускников юридических факультетов Казахстана работают по специальности. К такому заключению пришла межведомственная рабочая группа правительства, изучавшая проблемы юридического образования. Итоги сегодня обсудили в Алматы на выездном заседании депутатов Сената. Накануне члены группы посетили ряд университетов и обеспокоились тем, что некоторые вузы не настроены на качественную образовательную деятельность. В итоге отмечается значительное снижение уровня знаний выпускников. Со своей стороны, Минобразование отозвало у отдельных вузов лицензии на подготовку юристов. Если в 2019 году этих специалистов выпускал 71 вуз, то сейчас 59. Значительно сократился также госзаказ. Однако желающих учиться на юрфаках даже на платной основе не стало меньше. Безусловно, издержки такого подхода к обучению юридических кадров в стране несет в себе определенную угрозу и обществу, и государству. Поскольку юрист, как и врач, не имеет права на ошибку. Ведь юридическая практика зачастую связана с человеческими судьбами, с правами человека прежде всего. Когда мы посещали разные вузы, нас воспринимают как контролирующие органы. НЕК мы пришли посмотреть, послушать, посидеть в самих залах, послушать студентов, профессорско-преподавательских состав и предпринимать какие-то поэтапные меры. В Казахстане сегодня празднуют День защитника Отечества. Но, несмотря на выходной день, курсанты Военного института сил воздушной обороны имени Талгата Бедельдинова проходят летную практику. Это единственное подобное высшее учебное, военное учебное заведение в Центральной Азии. И вопреки огромной загруженности и плотному летному графику, они приняли у себя в гостях нашу съемочную группу. Нурбулат Молдабек с детства мечтал стать летчиком. После окончания республиканской школы Жасулан поступил в Военный институт сил воздушной обороны на факультет армейской авиации. За три года курсант провел в небе 60 часов. Половину этого времени он сам управлял истребителем. Отбор в институт был строгий, поэтому я готовился заранее. Учиться осталось еще полтора года. Через месяц планируем отправиться в город Балхаш, где также пройдут учебные полеты. Буду совершенствовать навыки управления воздушными судами. Учебно-тренировочные полеты для будущих военных летчиков начинаются с первого курса. За время обучения в институте они должны налетать не меньше 200 часов. Совершенствуют свои навыки курсанты, выполняя полеты, в том числе ночью и в сложных метеоусловиях. А выработать эти навыки и закрепить теоретические знания помогают наземные тренажерные комплексы. Для этих целей в институте используют истребители Су-27. Военный институт сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова единственное подобное высшее военно-учебное заведение в Центральной Азии. Для повышения уровня подготовки будущих летчиков фронтовой авиации в институте обновляют материально-техническую базу и внедряют современные методики обучения. Большая работа проделана по переводу специальной технической литературы в электронный формат, чтобы облегчить процесс подготовки курсантов. Со всеми этими приборами они знакомятся в стенах института. А у нас в течение 10 дней проходят наземную подготовку. Мы проверяем теоретические знания на тренажерах, оцениваем их и направляем на летную практику. Сейчас в институте обучается более 400 курсантов. Помимо будущих летчиков, здесь готовят инженеров и специалистов по управлению полетами. У казахстанцев теперь есть возможность узнать как можно больше о героических подвигах нашего земляка Рафимжана Кушхарбаева и россиянина Григория Булатова. В Казахстан привезли сборник документов, посвященных фронтовикам. Книгу представителям Военно-исторического музея вооруженных сил страны передала документалист Акмарал Баталова. Именно она направила запрос в Центральный архив Российского министерства обороны. Там хранятся оригиналы документов. Чтобы собрать информацию, воедино потребовалось несколько месяцев. Напомню, в 45-м Рейхстаг штурмовали 40 бригад. Однако именно Рахимжан Кушхарбаев и Григорий Булатов первыми водрузили боевое знамя на фасад. Было это 30 апреля. Второй экземпляр я вручила дочери Рахимжана Кушхарбаева буквально вчера. Это сборник документов, начиная прямо от призывного листа Кушхарбаеву, также описывающий его другие подвиги. Почему-то мы концентрируемся на его подвиге того одного дня, который, безусловно, велик, и совсем не освещаем его другие подвиги. Есть другие его ордена и медали. Эти материалы очень важны для воспитания молодежи нашей. Нужно не забывать об этом. Это наша история, это наша память. И нужно обязательно говорить о том, что это наша война, наша общая война и наша общая победа. Это очень важное событие. И, соответственно, многие документы, ранее неизвестные документы, это будет важно для наших историков, архивистов и ученых. И следом мы в этом направлении будем дальше продолжать. Полный кавалер медалей за безупречную службу и отличник МВД, плодарский ветеран Виктор Алеуддинов, недавно отметил свое 88-летие. Три десятилетия он посвятил службе в правоохранительных органах. Под его наставничеством выросло не одно поколение стражей порядка. С тружеником тыла встретились мои коллеги. У ветерана МВД подполковника Виктора Алеуддинова было тяжелое детство. Война вынудила мальчика заменить на трудовом фронте отца и братьев. И хотя в это время дети работали не поглодая рук, вспоминает Толовик, учебу в школе тогда никто не бросал. Школы не отапливалось, чернила замерзали, учебников не было, бумаги, тетрадей не было. Очень тяжело было. Принимал участие в строительстве всех крупных заводов города Павлодара. Начинал ТЭЦ-1, потом алюминиевый, потом ЖБИ-4, потом тракторный. На строительстве нефтеперерабатывающих заводов ветеран, будучи начальником колонии, выводил на работы до 400 осужденных. Управлять спецконтингентом на всесоюзной стройке было нелегко. 30 лет Аксакал отслужил в уголовно-исполнительной системе. Выйдя на пенсию, посвятил себя пчеловодству. В канун праздника достает парадный китель с орденами и медалями. В настоящее время у нас, тружеников тыла, осталось 9 участников, которые тоже не останутся без внимания. Долгих лет жизни, здоровья, успехов и всего наилучшего. В свои 88 лет Виктор Алиудилов еще полон сил и энергии. Очень любит порыбачить на речке, а в сезон охоты добыть дичь. Несколько книг он написал о своих увлечениях и советует молодежи больше бывать на природе и придерживаться здорового образа жизни. Ербулабишев, Самат Аспанов, Жене Стимирбулак из Павлодара, Хабар, 24. На этом мы и закончим, но немного позже вернемся. До скорого.